Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев в Москве, 21.04. Сегодня мы будем обсуждать главное политическое событие дня, которое, естественно, происходит в Кирове. Город Вятка превратился в медийную столицу России. Собрались сотни наших коллег. Тут даже Борис Немцов пошутил, что есть такой новый вид туризма, судебный туризм. И, как вы понимаете, открылся процесс, ну, не знаю, не век, конечно, не десятилетие, а, по крайней мере, на нынешний момент, видимо, процесс года. Суд над Алексеем Навальным. Но, вы знаете, здесь я хочу сказать в отношении процесса года то, что у нас, собственно, некая даже эпоха процессов получается. Потому что, смотрите, сейчас суд, как мы все слышали, перенесен на неделю для того, чтобы адвокаты лучше ознакомились с материалами дела. 24 апреля будет продолжение суда в Кирове. 25 апреля будет суд над правозащитной организацией «Голос». 26 апреля будет слушаться дело об условно-досрочном освобождении Надежды Толоконниковой. Идет болотное дело сейчас, знакомиться с материалами дела. Так что, смотрите, фактически у нас, мы сами того не осознавая, находимся в эпохе политических процессов. Вот, не знаю, как вам, комфортно или некомфортно, вот в этом вот историческом сравнении, но в России открылась эпоха политических процессов. И суд над Алексеем Навальным это практически подчеркивает. Обсудить эти проблемы мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Добрый вечер. Здравствуйте. Научный редактор портала «Политру» Борис Долгин. Добрый вечер. Добрый вечер. И замдиректора Transparency International России Иван Ниненко. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Ну что, вы согласны с таким диагнозом, что это фактически эпоха политических процессов? Ну она началась же не сейчас, то есть сейчас она вошла в такую свою, может быть, самую активную стадию. В конце концов, суд это всегда только некоторый этап преследования. Это никогда не первая точка. Да. Ну да, даже если говорить над политическими делами, ну очевидно, что дело Ходорковского тоже было политическим. Ну оно Ходорковский, мне кажется, казалось как некий такой, да, one-off. Как вот однозначный такой был, так сказать, послан мощный сигнал элите для островской элиты, если посмотреть. Да, ведь 10 лет назад это было, и вроде как... Второе дело было уже не так давно, и оно было еще более политическим. Нет, это тоже... Как бы юкосовские дела никогда не заканчивались. Вот в чем момент. То есть это, конечно, было отдельное, сейчас имеются цепочки, связанные, условно говоря, да, дело голоса, но только дело голоса, это часть очень большого процесса преследования гражданских организаций, которые не ограничиваются одной организацией, сотней, тысячей организаций. Это некоторое такое вполне планомерное, значимое давление на весь гражданский сектор. Любовь, дело это однозначно политическое дело, Альтина Вальевна? Да, однозначно политическое дело, я даже его анализирую больше не как сторонник Алексея Навального, не как оппозиционер, а как юрист. И как юрист я вижу, что это дело полностью сфабриковано, как говорится, шито белыми нитками. Там нет ни экономической, ни юридической, никакой основы и базы. Оно полностью выдумано и составлено, сфабриковано. Ну да, здесь, мне кажется, два таких очень важных жеста были со стороны власти. Первый со стороны господина Бастрыкина, который, да, когда дело закрыли следователи... Его неоднократно закрывали, его закрывали несколько раз, его передавали в Киров, и в Кирове как раз следователи дело закрывали, они не находили состава преступления, и дело возвращалось в Москву, там его снова возобновляли, отправляли в Киров, Кирова опять закрывали. Была такая чехарда, довольно-таки долгая, продолжавшаяся там около года, наверное, и потом уже вот его окончательно открыли уже в ГСУ, в следственном управлении, в главном управлении Бастрыкина. По требованию, по требованию Бастрыкина. Конечно, очень интересно, что не то чтобы чьи-то обвинения или домыслы, что действительно вполне открыто было вмешательство лично Бастрыкина, оно было вполне публично сделано, транслировано, никто его не отрицал. Во-первых, во-вторых, был вполне открытый комментарий такого внешнего лица Следственного комитета господина Маркина, который довольно четко обозначил, что да, если бы вот не специфическая деятельность непосредственно Навального, то может это еще бы когда-нибудь, может не дошли бы руки. То есть тут некоторый такой знаковый момент вполне подчеркивается, он не то чтобы угадывается, на него очень активно намекают. Вот это вот меня больше всего удивляет. Вот, Любовь, вам с этой стороны юридически не приходит в голову, собственно, так сказать, подать заявление, открыть дело о давлении на суд? Потому что вот сейчас многие юристы, по-моему, говорят, читая интервью Маркина, известием, это же прямым открытым текстом оказывается давление на суд. Есть такая идея, и может быть подадим, ну понятно, что какой исход будет, вот всех этих наших жалоб, заявлений. Мы неоднократно контр-атакуем, пишем заявление, когда какие-то дела возбуждаются, вот четыре дела, да, возбуждено в отношении Алексея Навального, когда дело возбуждили на оппозиционеров по Болотному делу. Мы также писали на людей из власти города Москвы, которые устраивали провокацию, то есть контр-атаковали и писали как раз доказательствами, они прикладывали заявление в следственные органы о том, что как раз провокации, все вот эти незаконные действия были со стороны властей. То же самое это дело многократно, еще ни одно дело, понятно, не возбудили. Вот меня юридически дальше что интересует? Как я понимаю, главное, что есть у следствия, это вот этот оговор, который сделал Апалев, да, который суется в особом порядке. Вот объясните мне, юридически... И на самом деле, кроме этого, есть довольно интересные предпосылки, которые вычленяются, вот некоторые такие презумпции, которые вычленяются из непосредственно документа о возбуждении дела, точнее о привлечении Навального к уголовному делу в качестве обвиняемого. Просто я бы сказал, что даже без этих свидетельств, если исходить из этих презумпций, действительно, как совершенно верно вчера руководитель КГИ Кудрин обозначил, на этих основаниях, в общем-то, можно обвинить более или менее всю современную экономику. Ну да, там некая презумпция виновности, там, во-первых, в страхах письма, в первых страхах обвиняемого заключения с преступным замыслом, так сказать, начал заниматься. То есть, дело подвергнуто сомнению, вообще любая функция, экономическая функция, которая находится между производством и потреблением. То есть, вопрос о том, нужна ли как таковая торговля, логистика, являются ли они законным способом ведения бизнеса, являются ли они какой-то частью экономики современной, подвергается сомнению. Потому что, собственно, вполне открытым текстом говорится о том, что вот препятствование или там неосуществление прямых взаимодействий между производителем и теми, кому были предназначены непосредственно, была предназначена продукция, это уже что-то не то. Вот это очень интересная экономическая карция. Я хотела бы гораздо проще для всех, кто нас слушает в эфире, для всех нас, объяснить, что, примерно какая схема там была вся эта. Была компания, государственное предприятие Киров лес. Оно продавало, продавало, подчеркиваю, лес за определенную стоимость авиатской лесной компании, которую возглавлял офицеров. И офицеров дальше реализовывал данный лес конечным потребителям, конечным получателям, там, разным заводам, там, спичечному какому-то заводу, там, и так далее. Получается, он покупал оптом, продавал в розницу. Какое-то минимальное... Ну, и доставлял как-то, и так далее. Да, доставлял, соответственно, какие-то функции выполнял, и так далее. Соответственно, были заключены договоры о крупной продаже. По ним проводились платежи. Причем эти платежки все есть. Они сейчас по всему Кирову там развешаны, по-моему, около суда, чтобы каждый житель, каждый журналист мог убедиться, то, что весь этот лес оплачивался за этот лес... А кем развешаны? Сторонниками Алексея? Сторонниками Алексея Навального, да, который пытается публично, максимально открыть вот все эти материалы дела, чтобы каждый мог убедиться, увидеть то, что там юридически все чисто и законно. Это вообще довольно интересный прецедент, вот такое вывешивание материалов. Да, да, да. Да, соответственно, были уплачены налоги на эти суммы все по договору купли-продажи. Получается, схема совершенно стандартная, открытая, любого ведения бизнеса, торговой компании, и так далее. Прозрачная, юридически чистая схема. Прозрачная, совершенно обычная, да, схема, совершенно обычная схема предпринимательской деятельности. Кстати, Люба, не видели ли мы то же самое со вторым делом Ходорковского? То же самое, то же самое. Вы вот сняли с языка буквально, это второе дело Ходорковского, то, что он украл всю нефть. Причем забавно, ну, как бы забавно и, с другой стороны, пугающе выглядит то, что сначала инкриминировали Алексею, говорили, что он похитил вот эту разницу между, и офицерами, соответственно, между оптовой продажной и розницей, ну, вот это вот и в розницу, скажем так. А вот эту разницу, там порядка миллиона рублей. Потом подумали, что очень мало, миллион там, ну, как-то жалко, как-то трудно сказать об этом по первому каналу. Говорить, такая сумма небольшая. Другие-то чиновники, вон как Сердюков-то, да, ну, с Васильевой. Соответственно, они увеличили и сказали, что вот этот весь лес, который оплачивался, который поступал в Ясколесную компанию для дальнейшей реализации, весь был похищен. Каким образом похищен, непонятно. Платевушки есть, налоги уплачены. Соответственно, за такую же, точно такую же схему можно применить ровно к любому предпринимателю, который занимается бизнесом в России. Ну, собственно, к любому, который существует между производством и потреблением. Ну, да, то есть весь бизнес. Оказывается, серая зона. Весь бизнес объявляется нелегальным, фактически. И это очень такой тревожный для экономики сигнал. Он не то, что нелегальный, он стоит под прицелом. Вот такой схеме могут посадить любого. Сегодня пришли за Навального, вчера за Ходорковским, завтра придут за любым другим предпринимателем. Любой другой бизнес можно кошмарить. Ну, если говорить о том, что завтра придут, то после дела Ходорковского можно было обратить внимание, что в регионах пошли аналогичные дела, ну, рейдерские. Потому что дело Ходорковского, помимо политической составляющего, это было, скажем так, по сути... Фактически конфискация имущества достаточно успешной нефтяной частной компании. Да, да, да. И такие примеры потом были скопированы в регион. Ну, условно говоря, если на федеральном уровне можно, то дальше и в регионах можно. Тем, кто не договорится... Это какой-то важный сигнал. Ну, я не думаю, что это сильно закладывается. Я думаю, что это делается, исходя из конъюнктуры политической целесообразности. Сигнал-то все равно считывается. Сигнал считывается, да. И дальше, соответственно, если раньше это бояли... Ну, следовало бояться только тем, у кого было что отнять, то после дела Навального, если оно завершится обвинительным заключением, а сомневаться в этом довольно сложно, исходя из нашей российской судебной практики, к сожалению, то это будет сигнал, по которому, по сути, любой бизнесмен становится, ну, спекулянтом. Мы возвращаемся в эту вот практически терминологию. То есть, если вы купили и продали, или вообще как-то посредничаете, ну, с каким-либо производителем, занимаетесь бизнесом, ну, вы, по сути, спеку... Ну, что-то вот такое... Ну, да, там вот... Запасок появляется. Вот был, да, анализировал Борис Пастухов в новой газете, текст обвинения, который был опубликован. И вот там постоянно повторяется схема, схема с целью обогащения. Обогащение. Знаете, вообще любой бизнес является схемой с целью обогащения. Это суть, собственно, самого бизнеса, да? Это неблаготворительная деятельность. Это, собственно, совершенно не скрывается. Это удивительно. Люба, ну, я все-таки вот, что хотел бы уточнить. Вот этот вот, объясните мне, как юридически не настолько подкованному человеку. То, что вот признался непонятно почему, непонятно под каким давлением, опалив. То есть... И он рассматривается в особом порядке. То есть вообще суд не рассматривает никакие доказательства. Человек признал себя виновным, да? Признание царицы доказательств, как мы знаем от товарища Вышинского. Все, он виновен. И на основании его виновности можно уже признать виновным Навального, как его подельника. Это что, действительно так? Да, это так. Сколько однозначных принципов юридицы действительно здесь применим? Я боюсь, что однозначен как раз была. Юридица предыдущий суд установил определенные факты о том, что был там сговор, то, что была организована группа лиц, о том, что было действительно хищение. Эти все факты уже предыдущий суд установил. То есть установлена вина Навального, что он участвовал в этой незаконной схеме, как вы сказали, да? По якобы какому-то незаконному обогащению, хотя которого в самом деле не было. То есть вот эти все... суд предыдущий якобы там сидел, все разобрал, оценил с разных сторон и установил. Вот теперь предыдущий суд руководствуется рамками процессуальных кодексов и просто этой приюдицией... Смотрите, получается, что вот с этой приюдицией тогда роль нынешнего суда вообще практически минимальна. Они чисто формально заслушают какие-то параметры обвинительного заключения. Но все равно, как бы, если был осужден Апалев и если предыдущий суд признал Навального подельником, то все, по умолчанию Навальный уже виноват. Все равно какие-то могут быть новые доказательства. Там Навальный, да, вот вина, грубо говоря, считается, что вина по приюдиции доказана. Уже доказана. Ну вот. Все равно сейчас очень много от этого суда зависит, потому что какие-то новые доказательства могут быть представлены суду. Какие-то экспертизы новые проведены и так далее. Как бы все равно процесс будет, будут заслушивать свидетелей. То есть это будет большой такой процесс, тоже с исследованием каких-то доказательств. Но вот приюдиция все равно будет существовать в нем. Борис. Да, я говорю о том, что здесь есть довольно большая проблема, связанная с отсутствием механизма вынуждения следствия и вынуждения суда принимать результаты экспертиз или принимать свидетелей защиты. Мы вполне знаем хорошо случаи, когда экспертизы не нужны и не принимались, свидетели не вызывались. Всякого рода аргументы вроде того, что поскольку свидетельские показания противоречат показаниям, которые уже были даны, эти не принимаются. То они направлены для того, чтобы обелить. Да, 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 для того, чтобы обелить. То есть вообще представим себе на месте следователя и следователя, который столкнувшись с информацией, которая противоречит информации предыдущих источников, эти просто отметает, не изучает, не сопоставляет, не анализирует, говорит нет, нет у нас теперь этого источника. В этом смысле и суды следствия в той ситуации, когда они не принимают результаты какой-либо экспертизы о приобщении, который настаивает сторона защиты или не приглашает свидетеля, в общем, выглядят заведомо предвзятыми, на мой взгляд. То есть фактически это такая пародия на правосудие, особенно если взять здесь вот применение вот этой приюдиции. Конечно, это суд был не случайно над Дополем, не случайно он пошел на сделку со следствием, всю эту вот кашу заварили для того, чтобы это все шло и готовилось непосредственно к суду над Алексеем Навальным. То есть специально эту схему придумали и сделали. Точно такая же схема вот с этой приюдицией сейчас, да, по болотному делу то же самое, когда кто-то признается, а все остальные уже идут просто вот, ну, по накатой на такой вот. Это фантастически вообще. Слушайте, а насколько это является российской юридической практикой? Насколько это в... Это нормально работает в нормальных странах, когда один суд независимый оценил все факты, доказательства и установил истину какую-то. Зачем истину, которую установил один суд, другой опровергать? Соответственно, получается, что один суд плохой, один хороший, один неправильно сделал, другой правильно. Чтобы не было вот этого разногласия, судебная практика должна быть однообразной, чтобы было понятно, чтобы было понятно нам, за что нас судят, чтобы было понятно судам, как судить дальше. И это нормальная, логичная практика, она существует в других странах. Но у нас же вот с этой системой, с непонятными судами, которые судят не независимо, а по телефонному звонку принимают решение... У судей 130 дел и ни одного. Мы идем на перерыв. И снова добрый вечер. Снова добрый вечер. Продолжаем наш разговор о начавшемся суде над Алексеем Навальным. У нас в гостях юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, научный редактор портала Палитру Борис Долгин и сам директор Transparency International России Иван Ниненко. 65, 10, 99, 6. Какой приговор Алексею Навальному ожидаете вы? Роман на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Роман Москва. Да, собственно, никакого приговора я ему не ожидаю. Как так? Какой бы приговор ему не вынесли, совершенно никакого влияния на политическую ситуацию в России это иметь не будет. По одной простой причине. Я ни одного политического требования от Навального, по большому счету, не слышал. Давайте разберемся конкретно. Допустим, большевики. У них было требование прекращения войны империалистической, передачи частной собственности, национализации банков и так далее. Ну, понятно. Часть этих требований, надо сказать, не политические, а экономические. И плюс экономические, да. Это были, несомненно, политические требования. Не, ну я согласен с Романом в том, что ставили большевики, ставили вопрос о власти. Да, большевики, несомненно, ставили вопрос о власти, да. Да, а вот давайте разберемся конкретно, а что, собственно говоря, Навальный. Ну, Роман, я понял ваш вопрос. Я знал это и без него, вот, и все это знают. А, как бы, перенаправление финансовых потоков, грубо говоря, от Абрамовича к Прохору, да Господи помилуй, тех же щит, да пара живлей. Понятно, понятно. Вот, собственно, и все. Хорошо, Роман, спасибо, поняли вопрос. Слава Богу, Навальный никогда не призывал перенаправлять потоки от Абрамовича к Прохору. Нет, но он разбирался, разбирался. Ну, понятно, да, здесь сгущает Роман, но в любом случае он разбирался в потоках. Но вопрос действительно интересный. В какой степени, вот я думал ближе к концу поговорить, но вот сразу, раз мы это актуализировали, да, вот русский Мандела Навальный. А в самом деле, в какой степени Навальный является политиком? Все довольно сложный вопрос. Чтобы говорить, что судят за политику. Вот я бы все-таки начал сопровержение презумпции нашего слушателя. Дело в том, что политические последствия бывают далеко не только тогда, когда что-то делают с человеком, который идентифицирует и позиционирует себя как политик. Политические последствия бывают у очень разных ситуаций. Но это нет, естественно, последствия будут политические в отношениях России с Западом, это мы еще поговорили. Да не только Россия с Западом, а достаточно радикальное высказывание было сегодня сделано Борисом Акуниным в его блоге. Он обозначил, что такой серьезный приговор Навальному будет значить проигрыш центристов и победу радикалов с разных сторон. Он проигрыш той линии, которую в другом совершенно месте, но в то же время на том же центристском поле поддерживает сам Акунин, как гражданский активист. Он-то себя точно политиком не считает. Я читал этот блог, Борис, но не знаю, но это, по-моему, какая-то такая... Какие центристы? О чем мы говорим? Уже работает эта машина под названием Госдума? Машина работает, но центристы все равно есть. Ну, скажем не центристы, скажем иначе. Речь идет действительно о том, что разными действиями, я бы сказал, не только ситуацией с Навальным, но и ситуацией с атакой на гражданские организации, мы имеем жесткое вымывание той среды, которая, вообще-то говоря, могла бы быть посредником, которая могла бы быть некоторым интеллектуальным и гражданским фундаментом, если в широком смысле круглого стола. Для того, чтобы думать о том, как без каких-то катастрофических последствий, без чего-то радикального осуществить переход. В той степени, в которой эта площадка сужается, уменьшается вероятность, утончается та тропинка, которая ведет к переходу. Ну да, к консенсусному переходу, то, что называется, пактед транзишн. То же самое, что писал сегодня Борис Акунин о том, что если посадят Алексея, если как раз посадят гражданских активистов других, которые выступают как раз с мирными требованиями, которые не идут на штурм, которые приходят на согласованный митинг, причем, подчеркиваю, согласованный, то останутся революционеры. Все равно вот эти все требования к власти, они не уйдут, просто другие люди придут, более агрессивные, которые не боятся посадок. Те, кто боится выйти на несогласованный митинг, они, может быть, уже не будут выходить. Но вот люди все равно пойдут на улицу, и кто это будет? Да, происходит. Кстати, говоря о митингах, я не отследил, поскольку тут студия была на других эфирах. А на сколько, сколько людей, не знаете, пришло на Новопушкинский эсквер? Я знаю, я была на митинге. А вы оттуда прям приехали, да, по вашим оценкам. Да, сначала осталось в одиночном пикет с гражданскими активистами у памятника Жукова, замечательно постояли, потому что было очень много туристов, и это не разогнали. Потом мы пошли все на митинг, на митинге было неожидаемо большое количество людей, весь эсквер был заполнен, это, ну, по оценкам журналистов, я сама не берусь судить, по оценкам журналистов, где-то около трех тысяч человек, говорит. Ну, весь эсквер Новопушкинский был заполнен. При том, что агитации массово за митинг не было. Лозунги за Алексея Навального были или какие-то еще общеполитические? Лозунги были за Алексея Навального, за политзаключенных, за политузников, за ребят, которые сидят и находятся под домашним арестом по болотному делу, за Алексея Навального. Ну, да. Здесь как раз ваш вопрос, снова возвращается к вопросу, является ли Алексей Навальный политиком? Ну, для меня ответ очевидный, да. То есть, Алексей Навальный был политиком, потом в некоторое время ушел в более антикоррупционную деятельность, является нашим коллегой. Ну, мы с ним, ну, как скажем так, поддерживаем с организацией достаточно плотный контакт. Но потом в какой-то момент стало очевидно, что Алексей Навальный намного комфортнее себя чувствует как политик. И это нормально. Очень во многих странах антикоррупция является, скажем так, путем в политику. Это может быть не совсем инсоциализировано. Например, в Америке многие люди идут на антикоррупционные должности в государственные органы для того, чтобы потом... В целом, да, уже на какие-то, да, выборные должности. И далее, да. Согласен, согласен. Но мы еще, да, я думаю, ближе к концу поговорим и о президентских амбициях Навального, почему было сделано это заявление. А пока вот давайте с юридической стороны процесса разберемся. Я напомню, наш телефон 65 10 99 6. Скажите нам, какой приговор Алексею Навальному вы ожидаете? И изменит ли этот приговор политическую ситуацию в России? Александр. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот сначала я хотел бы вот поправить то, что вот с юридической стороны, что вы говорили. На самом деле, с юридической в данном случае, считая первого приговора, здесь не будет. Потому что юридическая, она имеет смысл только в отношениях между теми лицами, которые участвовали в первоначальном деле. Она была бы для вот этого директора Кировского леса, который был осужден. Для него юридическая есть. Для Навального, в принципе, если говорить чисто юридически, и как по закону, нужно доказывать все абсолютно обстоятельства дела. И на это дело можно ссылаться, но это не будет таким же прямо обвисовываемым серьезным аргументом. То есть обвинение по умолчанию быть не может? Простите, вы юрист? Нет, обвинение по умолчанию быть не может. Да, да, я юрист. Обвинение по умолчанию быть не может. В принципе, вчера даже об этом Генрих Резник говорил на «Эхо Москвы», что в основании Конституционного суда. Так что, в принципе, здесь я могу говорить больше, как с горжанской точки зрения, по правой точке зрения, что здесь быть не может. Потому что, в принципе, учитывая, что Генрих Резник сказал, могу предположить, что из уголовного процесса... Понятно, Александр. Спасибо за разъяснение. Надеюсь, что будет именно так толковать. Потому что все-таки практика предыдущая показывала, что толкуют приюдицию по-разному. И здесь как раз вот это дело все... И не только для участников того дела. Не было бы дела Аполлева, в принципе бы. Его бы никто здесь не судил, если бы потом дальше это не хотели бы использовать. Соответственно, это собираются использовать. И в какой мере будет вот именно приюдиция работать, а в какой нужно будет доказать как раз стороне защиту, у которой будет возможность вот это вот представить доказательства по оставшейся части, вот это мы сейчас посмотрим все. Надеемся, что все доказательства можно будет подвергнуть сомнению, по всему провести свои экспертизы, представить их в суду, суд их рассмотрит, приобщить и так далее. Будем надеяться, что все равно так пойдет. Понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Александр. Артур на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, ну мне кажется, то, что признают виновным достаточно очевидно. 50 на 50 посадят, не посадят. То есть условный и реальный срок. Все-таки да, вы умы, да, или реальный. Но вот у меня к соратникам, собственно говоря, вопрос и один желание. Да, во-первых, сейчас 21 век, и когда организуются митинги, мне не совсем понятно, почему-то в течение часа милиционеры, которые в количестве диком собираются, вместо того, чтобы смотреть на большом экране антикоррупционные ролики, видят удальцова, который там кричит какие-то кричалки. Это, по-моему, достаточно дико выглядит. Мне кажется, было бы интересно посмотреть пару роликов про Тимченко, почему нет. Это первый момент. Сейчас вам ответят, да. И вопрос, ну, я не знаю, к Алексею, наверное, не будем корректно задавать, но, может быть, Любовь там ответит. Да. Почему за полтора года не было ни одного митинга с антикоррупционными требованиями? Ну, я думаю, да, и Любовь, и Иван могут по этому поводу сказать. Достаточно странно, как бы все ищем духовную скрипу протеста, но не находим. По-моему, она очевидна достаточно, она лежит в ЖЖ. Понятно. Спасибо, Артур. Да, первый вопрос уже практически забыла. Почему? Роликов не было антикоррупционных. Во-первых, когда какая-то критика есть со стороны наших же сторонников, я всегда говорю, что ребята, приходите и делайте сами. Берите, объединяйтесь. Кому-то не нравится листовка ДМП. Сделай другое, распространяй. Люди потянутся, а будете так же распространять. Не нравится, что лозунги одни? Приди, начни кричать другой лозунг. Тебе понравится людям? Присоединяйся. Не нравится, что сцена плохо организована? Да делаем все мы. Нету такого дяди, который вот там вот сидит, и он все сделает. Приходи, внеси свою идею свежую. Возможно, ты просто идеи поможешь. Возможно, организуй что-то. Возможно, финансово получится что-то организовать и так далее. Приходите и делайте. По поводу вот этого Гунвора, Тимченко, Виксельберга и так далее. Сейчас мы планируем, и это будет объявлено там в Твиттере и так далее, и в ЖЖ, я думаю, сделать выставку каждый день, посвященную одному коррупционному расследованию. И, скорее всего, она будет в Кирове. Это выставка с наглядными материалами расследования, которые проводил Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией. И там можно будет наглядно, как раз это все посмотреть. Потому что эти расследования непосредственно связаны с делом, который сейчас проходит над Алексеем Навальным. На сайте кировлес.навальный.ру выложена как раз вот эта вся корреляция, как Алексей Навальный пишет пост о каком-то новом расследовании о транснефти, возбуждается дело. То есть это абсолютно такой бихевиоризм, стимул реакции, как собака Павлова. Да, стимул реакции, новое расследование, дело отказное, там, постановление следователя по делу Кировлеса отменяется, и дело снова возобновляется. Вот это вот такая вот чехарда, долгую очень была, пока это решение на самом верху не стало. Ну и с Бастрыкиным то же самое, так сказать, немножко заглохло, так сказать, Навальный поднял ставки, сделали разоблачение по поводу его чешской недвижимости и бизнеса Бастрыкина. Тут же, так сказать, происходит... Конечно, это атака и контратака, скажем так. Бастрыкин тогда, надо сказать, среагировал на куда даже более общеизвестный момент, собственно, это было после 6 мая высказывания. А тогда, когда, да, стало совсем непонятно, что же это милуют тех, отказываются от преследования тех, кто вот тут выходит на брикады. 65-10-99-6. Какой приговор Алексею Навальному ожидаете вы? Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мне бы хотелось, как не юристов, все-таки поговорить больше о политической, ну, подоплеке, да, или политических последствиях. Да. Значит, приговор Навального будет означать, что, ну, в любом виде, скажем так, если он более радикальный будет, то есть с реальной посадкой, да, то это будет только означать, что одна все-таки часть элиты справилась с вызовом другой части элиты, который произошел вот в сентябре. 11-го года, да? 24-го сентября, да. Да, 24-го сентября. Что, уже прям справилась и ничего больше происходить не будет? Ну, я думаю, что, я думаю, что они просчитают, конечно, апатичную реакцию, скажем так, публике, потому что, естественно, никаких движений массовых не будет с протестами. Я бы не согласилась с этим утверждением. Ну, дело в том, что 100-тысячные мессинги, как известно, вылились, в общем, будем вещи своими именами называть, в пшик. Протест волнами идет, протест волнами, и никто не может сказать, завтра выйдут или нет. Это социальный протест. 5-го декабря никто не ожидал. Ну, но социальный протест никто не возглавляет. Это то, что реально может заинтересовать широкие свои населения. Вы правильно вас поняли, что вы за то, чтобы переключить протест из политического в социальный? Ну, мне бы, конечно, не хотелось этого, как человеку, скажем так, буржуазных взглядов. Так, а чего бы вам хотелось? Ну, я понимаю, что без этого невозможно, потому что реально власть ведет, в общем, свои политики. Антисоциальную, да. Антисоциальную политику, она ведет конкретно к коллапсу такому очень серьезному. Потому что... Ну, она социал-популистская в смеси с антисоциальной. Понятно, Андрей, спасибо. Ну, кстати, вот, Борис, я думаю, что здесь, если вот на секунду вот на это отвлечься, то, что Андрей говорит, здесь он нащупывает какую-то очень важную почву, вот ту, которую пытались найти на Окупай Абай. Когда политические лозунги неожиданно слились с очень мощной социальной повесткой, когда подключились студенты, профсоюзы. Мне кажется, что на Окупай Абай базовой была не социальная повестка, а культурная повестка. Нет, она не была базовой, но была попытка интеграции социальных вопросов в общеполитическое движение. Знаете, я бы сказал, что в рамках той активности, которая пошла с декабря 2011 года, вполне были разные колонны, были разные слои этого движения, и социальный слой там тоже присутствовал. Точно так же, как там присутствовал и, скажем так, национальный слой. Вот, другой вопрос, на каких этапах, какую роль каждое из движений играло. Но действительно было затронуто, скажем так, была сделана реконструкция о том, что в 2011 году, в декабре, одна элита отчасти восстала, одна часть элиты восстала против другой, и вот тут дорасправляются. Я думаю, что это и верно, и неверно. Ну да, но мы еще... То есть об этом можно поговорить. Да, это, я думаю, тема отдельного большого разговора. Напомню нашим слушателям, что все-таки говорим мы сейчас о деле Навального, о том, какой переговор Навальному вы ожидаете. 651099,6, телефон наш прямого эфира, а мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о деле Навального. Напомню, что сегодня в Кирове, он же вятка, открылся суд над Алексеем Навальным, но была взята пауза на неделю для того, чтобы адвокаты лучше ознакомились с материалами дела. 651099,6, телефон студии прямого эфира, звоните нам и скажите, какой переговор Алексею Навальному вы ожидаете? И как, по-вашему, он изменит Россию? Да и изменит ли Россию он вообще? Вот я что сейчас хочу понять, спросить у наших гостей. А это юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, научный редактор по палитру Борис Долгейн и замдиректора Transparency International России Иван Ниненко. Что я хочу понять, какие цели, по-вашему, ставят себе организаторы вот этого протеста? Протеста? Извините, про процессы, процессы, да. Потому что цели я поздравляю разное. Нет-нет-нет, да. Нет человека, нет проблемы. Но это как-то очень прямолинейно. Они же должны хотя бы на 2-3 шага просчитывать вперед. Прямолинейно, это как-то маловато. Вряд ли это рассчитано только на одного человека. Это, скорее, все-таки такой прецедентный, тоже и знаковый момент. Как и в случае с Юкосом, все-таки был дан знак в части рейдерства. Вряд ли это был знак сознательный. А вот в части недопустимости участия бизнеса в политике был знак. Так и здесь определенный знак дается. Знак следующего характера. Вы не думайте, что известность спасает. Не думайте, что достаточно, ну что ли, быть относительно аккуратным. Дело можно завести на каждого. Крючок – дело очень хорошее. И если по отношению к людям таким статусным в этой системе, как депутаты, сенаторы, вводится один тип крючков, требований, которые они в общем выполнить фактически не смогут, связанных с имуществом и прочим, но зато это некоторый такой способ поддерживать их в тонусе и так далее, то здесь в отношении, вот тут дальше сложный момент – кого, но, скажем так, в отношении гражданских активистов, не системной оппозиции и так далее, используется этот метод. То есть те, кто не идут договариваться, теперь… Системная давно уже окучена. Ну да, системная, но системная у нас вообще нет. Те, кто не хочет играть по жульническим правилам, они как-то уже надоели Путину, властям, как-то они маячат, маячат и не перестают. Ну, хорошо, но посмотрите, но вот если… Активность-то все равно… Ну, понятно, что это сигнал, да, что это сигнал, но в отношении самого Навального, вот, так сказать, смотрите, дать реальный срок, власть считает, что человек фактически будет закрыт, загашен, и к тому времени, когда он выйдет, он перестанет быть опасным. И другим неповадно будет, да. То есть с Ходорковским сработало, смотрите, с Ходорковским сработало, бизнес ушел из политики, и Запад возмутился, но потом делает сейчас совместные проекты с Роснефтью. Да, конечно, к моменту выхода Михаила Борисовича он будет иметь довольно заметный моральный авторитет, и это важный момент, но так или иначе, это будет совершенно другая ситуация, он выйдет в заведомо иной ситуации. Если будет реальный срок у Навального, я не думаю, что речь будет идти о таком масштабе, но... Простите, о таком масштабе срока. Как у Ходорковского. Срока. Да, срока. Следующий срок Навальному, очевидно, можно дать потом за организацию. Это же все у нас. Нет, 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 там четыре, во-первых, там четыре дела на него, еще три, кроме крыльеров леса. Во-вторых, то же самое, все подводится к тому, и это тоже, не надо забывать, что организация массовых беспорядков, на кого же хотят ее повесить? На Удальцова хотят повесить, и там выбивали уже показания, это все проходило в том же СМИ, что и на Яшина, и на Навального. Если Навальный сядет, то вешать на него другие дела, будет еще проще, потому что он уже уголовник, он воровал. Хорошо, так в этом смысле что нам? Тогда скорее стоит ожидать реального срока, если вот эта логика Ходорковского работает? Я не думаю, что принято окончательное решение, я думаю, что задействован, как кажется кому-то, полезный механизм, а дальше будем смотреть по развитию ситуации. Можно так, можно эдак, в зависимости от самых разных моментов. Если будет ощущение, что нужен реальный срок, значит, будет реальный срок. Я во многих случаях думаю, что окончательное решение заранее не предопределено. А сам процесс, Любовь, насколько вы примерно по длительности ожидаете? По длительности, думаю, что будет идти больше месяца, потому что и председатель суда, и судья в своих интервью сказали, что это не на 2-3 недели. Очень много будет свидетельских показаний заслушано, которые перечислены свидетели в обвинительном заключении. Это какое-то время будет все занимать, поэтому я думаю, больше месяца я прошу всех сторонников Алексея, вот они, я думаю, захотят превратить процесс в какую-то волокиту, каждую неделю откладывать это заседание, проводить его по часу, чтобы все устали ездить в Киров, чтобы все уже приелось, все уже привыкли, идет суд, идет, а потом оп, и приговор. И уже ничего нельзя сделать. Я хочу, чтобы все продолжали за этим делом следить, потому что она действительно знаковая. 65, 10, 99, 6. Какого приговора Алексея Навальному ожидаете вы? Виталий на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я ожидаю, что какой-то будет приговор, но на самом деле, мне кажется, вы очень сильно упрощаете. Вот появился оппозиционер, его сразу сажают, бедного, несчастного. Нет, нет, никто не говорит о сразу. Все довольно сложно и долго идет. Могут и условный срок дать. Скажите, вот будет идти суд, но наверняка что-то есть, за что его можно зацепить, правильно? Что значит наверняка? Ну или что, чисто вот просто сажают вообще, просто ни за что. Просто чисто сажают. А вы сомневались, Виталий? Садятся и пишут на компьютере о винительном заключении. Вы знаете, руководитель районного суда, в котором будут судить, ну точнее начали судить Навального, в своем интервью сказал достаточно важную вещь о том, что напомнил об общероссийской статистике, в соответствии с которой оправдательных приговоров безумно мало. И рассказал о том, что лично он в своей жизни оправдательных приговоров не выносил, точнее потом вспомнил, что один вынес, но он был отменен вышестоящей инстанцией. Сто тридцать дел, сто тридцать дел и все обвинительные. Да, 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 Виталий, спасибо. Вот мне кажется, Виталий здесь какую-то очень важную вещь сказал, такой, знаете, голос народа. Тут не может же быть, чтобы чего-то не было, да, ведь на ровно нет дыма без огня, не бывает. И вот мне кажется, я боюсь, что мы говорим между собой, мы говорим со слушателями Финама, а вот взять девяносто пять процентов населения России, что они узнают о деле Навального? Они узнают ровно то, что говорится по Первому каналу. На Навального возбудили дело о хищении. Вот они коррупции, вот он шумел-то о коррупции, вот он самый коррупционер. Самое печальное, что Алексей немножечко попался в свою ловушку, когда он говорит про жулики и воры, ну, по большому счету сформировано такое мнение, которое разделяет довольно значимое количество людей, что чиновники, жулики и воры, не обязательно даже члены Единой России, ну, зачем человек идет во власть, воровать? И получается теперь, обыгрывая этот же вопрос, зачем Алексей шел в советников губернатора? И, ну, переигрывая его... И в, собственно, обвинительном заключении ему это идет. Да. И вообще в документе о привлечении к делу, что именно в качестве советника губернатора. То есть играют на его поляне. И вообще, надо сказать, это очень такой активно используемый момент, такой контр-популистской пропаганды. Вы говорите о коррупции, окей. Мы тоже говорим о коррупции. Вы очищаете ряды, и мы очищаем. Вы о том, что кто-то там имеет не там виллы, давайте мы изучим. Например, это как с американцами играет. Вы говорите о демократии, давайте-ка мы разберемся с демократией в Соединенных Штатах. Да, да, да. На самом деле, если говорить про это дело с точки зрения антикоррупционного, здесь можно гипотетически говорить, что у Алексея мог быть конфликт интересов в тот момент, когда это дело происходило. Но конфликт интересов, а, не является уголовным преступлением, б, тогда вообще не было прописано законодательство государственной службы. И так активно не расследуется, как происходит это с этим делом. Понятно, Иван, но никто же никто... Алексея не было полномочия, он не получал зарплату. Начнем с этого, что вот юридического, там вообще нет ничего. Советник, это такая номинальная должность, я могу назваться кем угодно. Любовь, если вы... Нет, нет, даже если вы не получаете зарплату, но у вас конфликт интересов, ну, это есть конфликт интересов. То есть, если я не получаю зарплату, но, например, советую, что-то сделать, это конфликт интересов. Просто в нашем секущем законодательстве это не является уголовным преступлением. А тогда, когда был Алексей, этого даже не было законодательством. Ну, в общем, понимаете, вот тот вопрос еще раз, который я хочу задать. Какое все это влияние окажет на более широкую политическую ситуацию? Понимаете, мы в лагере, в лагере протеста. Оно же не подвешено в нигде, Сергей, оно же не подвешено просто в пустоте. Вы же сами говорите, дело голоса. Извините, я не исключаю, что Transparency International и Россия тоже будет закрыта, ну, в течение этого года, например. Да, там, после голоса еще нескольких организаций, ну, что мешает начать дело против нашей организации. Дальше пойдут косяком уже заключения, ну, как финалы развязки дел по-болотному. И люди начнут получать реальные сроки не только те, кто, ну, не только тот, кто признал свою вину, но и те, кто не признавали и вообще имеет малое отношение к вине. Согласен. И здесь, когда мы говорим, ну, когда вы спрашиваете о том, как это повлияет на всю ситуацию, здесь вот в контексте всего остального повлияет страшным образом. Не останется никакой площадки для, ну, какой-то, скажем так, средней. В принципе, тенденция не изменится, потому что тенденция очень понятная, но она имеет жесткую целевую функцию сделать так, чтобы не было опасности для власти, но она имеет некоторые превходящие необязательные обстоятельства. Это уже некоторая перестраховка. А когда-то на разного рода митингах и в последующих постах многие кричали, они нас боятся. Беда в том, что провоцирование фобий – это не самый конструктивный метод политической реформы. Владимир Владимирович Путин, помнится, в диалогах с журналистами в книге «От первого лица», по-моему, так это называлось, рассказывал известную историю о крысе. Некоторую очень поучительную историю о том, как они гоняли крысу, как они загнали ее в угол, ей уже некуда было бежать. И тогда она ощерилась, поглалась за ними и так далее. Вот вопрос в том, я ни в коем случае не желаю никого из людей сравнивать с крысами, но вообще-то говоря… Все поняли. Люди и группы имеют ровно то же свойство. Если мы хотим спроектировать какие-то изменения, мы должны спроектировать какие-то выходы, какие-то развязки, которые будут хотя бы на каждом моменте иметь какое-то большинство в… Минимально приемлемые. Минимально активных каких-то группах. Минимально консенсусные, да. А не давить, не проектируя эти моменты. Это очень важный момент. И сейчас, в нынешний момент, для того, чтобы избежать катастрофических последствий, на мой взгляд, одно из необходимых условий — это проектирование развязок. — Борис, ну вот ваши бы слова, так сказать, ваши бы мысли — это вложить в головы тех, кто принимает эти решения. Я боюсь, что вот даже этот уровень рефлексии под названием проектирование развязок, ну он не свойственен тем, кто принимал решения, да? — Борис, ты говоришь про обе стороны. — Уровнем… — Про обе стороны проблемы. — Вот смотрите, Михаил у нас пишет на сайт fenom.fm. «Добрый вечер, дадут реальный срок. Общество проглотит, отлично для них, безнадега для нас. С МБХ сравнение не очень корректно. Там было, пардон, бабло и ценнейший актив. А тут просто раздражает. Оправдания не будет точно. Дорогу на выборы надо закрыть. В общем, власть решила додавить. Вопрос степени давки. Плохо все. Ну, в общем так, мрачно, но достаточно реалентично. В общем, власть решила додавить. Мне кажется, да, то, что выбран сценарий радикализации ситуации, мне кажется, я бы, вот если бы я принимал букмекерские ставки, я бы, конечно, ставил на реальный срок. Мы вот все думаем, что вот часто власть проявит либерализм. А может, они просто хотят закрыть Навальному дорогу на выборы. Да не просто закрыть дорогу на выборы. Мне кажется, что просто закрыть. А как считаете вы? 65, 10, 99, 6. Давайте возьмем еще один раунд звонков. Виктор на линии. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, идет какая-то темная игра. Этот Навальный совершенно непонятная личность, понимаете? Идет какая-то темная игра, которая на самом деле вы упрощаете. Очень темная игра. А кроме того, что темная игра, у вас есть какие-то более... То есть кто играет и во что играет? Кто с кем играет? Кто в этой игре? Играют очень разные силы, но все они не против... Это не оппозиция, понимаете? Оппозиция это я, который получает 10 тысяч, и которого никогда никуда не пустят. И, так сказать, даже и голову поднять не дадут. Ну, давайте, оппозиция это не социальный статус, Виктор. Оппозиция это некая гражданская оппозиция. Вот вы говорите, вы оппозиция. Или политическая, или еще какая-то. Гражданская или политическая. Вы заявляли каким-то образом, получая 10 тысяч, свое гражданское и политическое я? А никак, этого невозможно снять. А вы не пытались на митинги выходить, скажем? А митинг, я пытался выходить. Но митинги организуют совершенно люди, не оппозиционные. Организуйте свой митинг. Потому что это просто игра, это политика. Выйдите в одиночный пикет, Виктор. Ну, что вам посоветовать? Можно ответить, наверное, и этому, и предыдущему радиослушателю. О том, что очень советую почитать интервью Маркина в газете «Известия опубликованное». Отвратительнейшее интервью, наглое, откровенное, которую Маркин прямым текстом пишет. Что сажает Алексея Навального, сейчас дело возбуждено, и будет весь этот процесс. Именно по экономическому основанию, а не по политическому. Чтобы он ничего не говорил, что его сажают по политике. Чтобы он не был как Лимонов и не говорил, что это на нем печать политузника. Сажают, и как раз, чтобы у людей как раз сформировалось такое мнение. Значит, вот там какая-то игра, значит, там было за что и так далее. Это все специально делают, и дело не случайно возбудили именно по этому основанию. Во-вторых, хочу заметить, что обычно вот такая точка зрения у людей старшего возраста. Я не знаю, с чем это связано, с опытом каким-то, возможно, советским, возможно, каким-то еще. 90-е годы как раз о том, что, во-первых, ничего не изменить, во-вторых, то, что один жулик против другого жулика, то, что он придет, так же будет воровать и так далее. Люди вот моего поколения, там, 20, даже 30 лет, они все-таки больше, наверное, надежды, больше наивностью, но они верят и смотрят, и смотрят по делам, они пытаются оценивать из своего какого-то предыдущего негативного опыта. Негативного опыта у России очень много. Действительно, у нас очень мало хороших политических лидеров, которые были там в 90-е, да, которые нас привели к какому-то хорошему результату. Ну, вот мне кажется, да, Навальный, он своим опытом, своей харизмой, он противостоит вот этому вот советскому опыту страха или представлению о том, что если кто-то впрягается, да, то это не просто так, то какие-то за этим должны стоять силы, интересы материальные и так далее. Еще давайте возьмем два звонка, 65, 10, 99 и 6, Валентин на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я как раз из поколения тех, кому 20-30, кто не получает информацию с Первого канала, но у меня есть определенные вопросы тоже к Алексею Навальному. Ну, как раз продолжая тему, что все-таки, наверное, есть за что сажать. А почему вы так думаете? У вас есть какие-то доказательства, кроме вот уверенности такой? Я хотел объяснить. Смотрите, с момента того, как стартовал проект распил, абсолютную открытость мы видим и в проекте, и в делах Навального, и вроде бы все хорошо. Но есть такой вопрос, который практически уже стал мемом в интернете. Какие дела Навальный вел, получив статус адвоката? Откуда он получал? Ну, то есть, на чем он зарабатывал? Потому что, например, из интервью Ксении Собчак, журнала GQ, он говорил о том, что он достаточно состоятельный человек, имеет хороший автомобиль. И это непонятно как раз мне. Понятно, Валентин. Ваш вопрос понятно, прежде чем ответить Люба, я вам скажу, что в газете «Ведомости» вчера, по-моему, было очень хорошее, дотошное совершенно расследование, там, страницу, наверное, газетную, всех источников дохода Алексея Навального. Так что зайдите на сайт «Ведомостей» и посмотрите. В «Ведомости» публиковали, например, такое же большое описание источников дохода, там, дело Навального и так далее, какое-то время назад, там, год назад или так далее, периодически это проникает. Вчера, по-моему, или позавчера, я уже не помню, Алексей опубликовал свою декларацию и справку, 2 НДФЛ, стандартная форма, из адвокатской коллегии о своих источниках дохода. То, что он действительно ведет адвокатскую деятельность, то, что дел несколько, то, что клиентов раскрыть он не может, потому что это запрещает ему закон, адвокатская тайна, он нарушит законодательство Российской Федерации, если скажет, что ведет какие-то дела отлично. Поэтому, ну, о том, что вот эти два документа, причем официальные, там, синими печатями, декларацию выложил публично, хотя он не является чиновником и не обязан совершать это дело, для того, чтобы как раз все эти вопросы снять. Чиновники другие декларации публикуют? Выложено обвинительное заключение, материалы дела, материалы дела, просто 30 томов и нереально выложили, потому что к ним доступ был у адвокатов, которые занимались другими делами, и просто вот все, что можно, все публично. Понятно, но вот, знаете, все равно, мне кажется, плеть и обуху не перешибешь. Вот эта вот российская уверенность, что нет дыма без огня, не может человек не быть виноватым, да, был бы человек, а дело найдется, и, так сказать, у всех рыльцев пушку. Мы все выросли из 90-х годов. Здесь важно все-таки разделять разные вещи. Когда нам последний радиослушатель говорил об этом, он ничего не сказал о последнем деле. Он просто сказал, что с этим хорошо, а вот, а вдруг там что-то есть. Но это та же самая, Борис, это та же самая презумпция виновности, которой ориентируется суд. Вопрос в том, что можно ли использовать суд как инструмент политической борьбы. Да, наши все слушатели говорят, да, можно. Послушайте, у меня есть последний вопрос, который я здесь хотел поднять. Вот это вот неожиданное, может быть, для кого-то и ожиданное объявление Алексеем о президентских амбициях. Что это было? Он поднял ставки в игре перед началом суда? Это был некий просчитанный такой политический жест? Я думаю, что мы все как-то подвержены каким-то конспирологическим версиям, предполагаем, что все сидят, просчитывают, что же сказать следующим, как это повлияет и так далее. Мое личное ощущение, человек, который с Алексеем Навальным работает два года, это было сделано, потому что к нему просто журналисты начали активно задавать вопросы какие-то. Вот хотите вы стать президентом или не хотите и так далее. Я думаю, что по всей, кто наблюдает за деятельностью Алексея, было понятно, куда он стремится. Было понятно, что он политик, что он оппозиционный политик, что политика человек, который борется за власть, за ресурс. Власть ему нужна, как он отвечал в программе Познера и Парфенова, для того, чтобы сделать изменения в стране, чтобы у него была возможность сделать все эти реформы, провести судебную реформу и так далее. Ну вот, антикоррупционные какие-то меры реально сделать, нужна власть. И он всегда об этом говорил. И для меня никакой это неожиданности не стало. Я не понимаю, как этот, конечно, как бы стал таким вот информационным поводом, и все стали об этом говорить, но я не вижу ничего нового в этом, потому что это было понятно по всей деятельности Алексея. Ну да. Ну что же, я вам могу сказать о заключении. Это я не знаю, чем закончится, совершенно очевидно, процесс Навального закончится обвинением, будет это условный реальный срок, я не знаю. Я не знаю, реализуются ли президентские амбиции Алексея Навального, но что для меня очевидно, для меня очевидно какой-то акт гражданского мужества. Человек, который на протяжении уже нескольких лет стоит и бросает вызов бездне, сейчас он фактически занес ногу над этой бездной, и мы смотрим, что происходит. Так что я сейчас аплодирую Алексею Навальному за его мужество. Благодаря вас за участие в этом эфире. Любовь Соболь, Борис Долгин, Иван Ниненко, я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.